Друзья, всем привет! С вами Папа Денис и вы на канале BabyGo. И с сегодняшнего дня мы начинаем новую рубрику «Поговорим». Данная рубрика будет выходить эпизодически и не по расписанию, а по мере поступления ваших вопросов к нам. Поскольку сегодня выпуск первый, то я постараюсь ответить на наиболее популярные комментарии, которые поступали к предыдущим нашим выпускам. Поехали! Начнем с Насте. Часто вы пишете, что Настя ведет себя достаточно скованной, зажатой перед камерой, поэтому ее выпуски несколько скучные. Дело в том, что Настя очень хороший специалист и прекрасно консультирует людей тет-а-тет. Но не каждый человек рождается с актерскими талантами и частенько у людей бывает боязнь камеры. Но это все приходит с опытом. Человек перестает бояться камеры, так что дайте ей время. Я думаю, что рано или поздно она будет вести себя достаточно раскованно, и ее выпуски будут с каждым разом все интереснее и интереснее. А теперь перейдем к следующим вопросам, касающимся наших развивашек с Денисом. Первый вопрос. Часто нас спрашивают, почему ребенок не все выполняет сам, почему часто за него выполняют все родители, или папа, или мама, или все вместе. Дело в том, что я неоднократно говорил о том, что ребенок, в принципе, не во всех играх заинтересован. В первую очередь мы стараемся до вас донести наиболее полезную информацию. Все дети индивидуальны. Кому-то больше нравятся физические нагрузки, кто-то больше любит логику, математику, ну а кто-то больше склонен к творческим способностям. Наша задача показать суть процесса. Если ребенок будет выполнять все целиком самостоятельно, то ролик затянется на час, а то, может быть, и на два. Тем более Денису тоже, как и всем детям, нравятся не все развивающие игры. И поверьте, те игры, которые Денису не нравятся, мы в дальнейшем не используем. Но есть игры, которые мы периодически применяем, в том числе те, которые мы показывали в предыдущих роликах. Поэтому не судите строго, пробуйте развивашки, выбирайте те, которые подходят вам. Следующий вопрос часто задают, есть ли у меня педагогическое образование. Отвечаю, что его нет, но я занимаюсь детской тематикой уже около года, изучаю большое количество методик, мне все это интересно. И я вместе с вами также стараюсь развиваться и расти. Дело в том, что на моем примере можно понять, способен ли родитель не всегда прибегать к помощи преподавателей. Можно ли давать ребенку образование на дому. Для примера скажу, Дену сейчас два годика, однако при этом он уже умеет читать до 50, складывает слова некоторые по складам. Кроме того, он знает 20 или 30 английских слов и продолжает их изучать очень активно. Он неплохо разбирается в цветах, практически их не путает, и вполне может отличать геометрические фигуры друг от друга. Мне сложно оценить заслугу мою и жены в данном вопросе, но мне кажется, что все-таки она есть, поскольку с преподавателями Дениса занимается сейчас крайне мало. Это были все вопросы, которые мы выделили из предыдущих роликов, так что оставляйте свои новые комментарии под этим выпуском. Мы постараемся на наиболее популярные как можно быстрее ответить, а также подписывайтесь. Сами знаете, где находится кнопка, ставьте нам пальчики вверх. А я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья. Пока-пока.